Сегодня в Брессе прошла выниковая коллегия областного управления жильево-коммунальной господарки, где были подведены выники работы за 2015 год и выпрацеваны перспективные планы на год бегучий и уцелым на новую пятигодку. В протяге темы у Юрия Печера. Спрацевали стабильно и с прибытком. Так, одним сказом, можно охарактеризовать работу всех подразделений областного управления жильево-коммунальной господарки в области за минулый год. С 29 показчиков выконано 26. Пероход першиной Роспублицы на метод отмовы от перокражованного субсидирования дозволил отремать неблагие выники у работе. Благодаря вот этой мере юридические лица и бюджетные организации сэкономили по сравнению с 2013 годом, не 2014, а 2013, порядка 230 миллионов рублей. Огульная сумма экономии по усих на прамках деятельности склала 250 миллиардов рублей. Не повышались и тарифы для досельства. Выконаны усе инвестиционные программы. Перокладина свыше 100 километров тепловых сеток. В новой пятилетке мы сформировали программу комфортное жилье на 2016-2020 год. В эту программу входит 5 программ жилищно-коммунального хозяйства. Это под программой чистая вода, теплоэнергетика, жилфонд и обращение с твердыми коммунальными отходами в ТОР-ресурсы, плюс качество жилищно-коммунальных услуг. В этом году планируется ввести удзеяние 9 новых объектов водозабеспечения и канализации. Особливую вагу узелить большеповному пероходу на мясовый виды палева, перокласть 97 километров новых тепловых сеток. У особой под программу вызеляются питания сбору другастных ресурсов, оптимизации мини-полигонов твердых бытовых отходов у сельских населенных пунктах, модернизации Брестского смецеперопрацовщего завода. На ГТМ это будут выдатковаться як бюджетные сродки, так и техничные допомоги Евросоюза. Пилотная пляцовка для особного сбора другастных ресурсов в Стане Брест, где будут опробовываться новые контейнерные пляцовки. По Брестскому мусороперерабатывающему заводу мы начали заниматься автоматизацией технологических процессов по сбору ТОР-ресурсов. И мы ожидаем при внедрении вот этого мероприятия, что по городу Бресту мы увеличим сбор ТОР-сырья на 8-10%. Новые подыходы будут применяться и при капитальном ремонте жилого фонду. Цепер гэты работы плануются выконвать с кожды 5-7 годов. Юрий Петюр, Александр Воронин, ТОР-ресурная компания Брест.